Исключительно природные факторы стали причиной наводнения на Кубани. Таковы предварительные выводы главных российских метеорологов. Они уверяют, начиная с 4 июля, все властные и управленческие структуры региона регулярно получали предупреждения о неустойчивом положении в атмосфере, большом количестве осадков и усилении ветра. А с 6 июля штормовые предупреждения, сообщает ИТАРТАС. Что делали власти края для предотвращения и ликвидации катастрофы? Один из самых интересующих следствий вопросов. И какие факторы, возможно, еще стали причиной гибели свыше 170 человек и таких разрушений в регионе? Глава Росгидромедцентра Александр Фролов заявил на совещании у президента Владимира Путина, что за одни сутки там выпала треть годовой нормы осадков. Вместе с леянием двух рек образовался мощнейший поток воды. Больше остальных от него и пострадал Крымск. В потоке превратились и осадки из соседних горных склонов, поскольку почва, увлажненная дожьями, перестала впитывать воду. Два этих фактора, судя по всему, и стали причинами столь сильного наводнения, запрещен Фролов, добавив, что окончательные результаты будут получены в ближайшие сутки. Напомню, сейчас в Краснодарском крае отдыхает две группы детей с Сургутского района. Они приехали во вторую смену и находятся в лагерях «Глобус» и «Янтарь». Эти здравницы расположены в Анапском районе, и в зону бедствия они не попали, сообщили нам в Комитете опеки и попечительства администрации Сургутского района.